Личный кабинет Что позволяет делать Личный кабинет Вернее, что привело нас к тому, чтобы его подготовить Когда, актуальность, вернее, получается Когда количество клиентов небольшое То персонализированную поддержку оказывают очень просто То есть индивидуальный подход к каждому и так далее Много внимания уделяется Когда клиентов становится больше Кажется, что теряется качество Кажется, что уже нет того персонализированного подхода И мы, получается, для того, чтобы не терять качество Решили разработать Личный кабинет Который позволит нам выстроить онлайн диалог С каждым из вас Также с потенциальным и текущим клиентом Для того, чтобы обрабатывать ваши заявки То есть обеспечить высокий уровень обслуживания Для того, чтобы повысить оперативность взаимодействия То есть информировать вовремя о наших новых новинках Наших новых разработок Так как компания очень сильно быстро развивается У нас появляются новые решения В частности, допустим, последние решения Это у нас калияльные органы Это управление документацией Это сертификация Ну, ДОК-24 и так далее Исключить человеческий фактор Одна из главных, наверное, целей То есть сейчас, как взаимодействие происходит Допустим, звонят по телефону В службу поддержки Где-то забыли Где-то там не учли И так далее И какие-то заявки могут остаться без внимания И без фиксации Соответственно, мы хотим это исключить Прозрачность выполнения заявок То есть получается, личный кабинет позволит нам Прослеживать статус заявок Отслеживать, кто исполнитель Сколько времени у нас еще осталось До исполнения и так далее А также хранить историю заявок И получается информировать о релизах То есть четыре раза в год Мы выпускаем новые релизы Где выпускаем новый функционал А также какие-либо изменения Исправления ошибок Личный кабинет пользователя Состоит из разделов Поддержка То есть поддержка позволит подавать заявки Отслеживать их И получается оценивать Услуги Данный раздел позволит нам Ознакомиться с новыми услугами А также заказать их Сейчас мы подробнее на них остановимся Релизы То есть информация о релизах Что вышло новое Какие исправлены ошибки И какой появился новый функционал Договора Очень важная вещь Новый раздел, который появился Это история взаимоотношений договорных С каждым клиентом То есть договора, которые заключались С этим клиентом А также сроки Этапы оплаты Акты выполненных работ и так далее Поддержка И база знаний База знаний позволит нам Своевременно Получается Учитать новые какие-то изменения Как справиться с той или иной ситуацией И Клиенту самостоятельно Получится что-нибудь Исправить Раздел поддержки Состоит Из подачи заявок Контроль-мониторинг Контроль-мониторинг Получается вы видите Какая заявка У какого исполнителя И сколько времени Осталось до ее завершения История Это ранее Вами поданные заявки Для того, чтобы посмотреть Были ли повторы Либо сталкивались Допустим С этой проблемой ранее Услуги Здесь размещаются Презентации Новых бизнес-процессов Также их описание Заявка на приобретение То есть Получается В разделе услуги Вы можете сразу подать заявку На приобретение Данной услуги Заявка попадет Соответственно Меншеру И вы сможете Уже в своей системе Пользоваться Данной услугой Облачный сет Это одна из Тоже наших новинок Довольно-таки серьезная Для новых клиентов Используя личный кабинет Можно развернуть Самостоятельно Облачный сет На три месяца Полноценный Я хочу обратить Машина Полнофункциональный Состоящий из пяти Бизнес-процессов На любое количество Пользователей То есть Мы даем Возможность Нашим потенциальным Клиентам Попробовать Все возможности Документолог В течение Определенного Времени То есть Зарегистрировавшись Сейчас покажем Видео Зарегистрировавшись Вы сможете Получается Пользоваться В течение Трех месяцев И познать Нужно Этот софт Допустим Вам Или нет Релизы Содержат описание Релизов И История Исправления Ошибок Кабинета У вас проблема После этого Можно будет Выставить Приоритет Заявки То есть Насколько ее надо Быстро То есть Очень сложно Можете Возможно Тратиться На Эти Услуги Далее Заявка Получается Уходит Здесь Отслеживается История При обновлении Меняется Статус То есть Сейчас еще Заявка Не принята В работу Потому что До ее Завершения Остается Столько Времени Далее Заявка Будет Уже Исполнена И вы Можете Оценить Либо Вернуть На Доработку Сейчас Мы Обновим И Появится Информация О То есть Получается К вам На проверку На оценку Пришла Заявка Что Она Закрыта Вы Ознакомьтесь Проверяйте Если Все Окей То Закрывайте Если Что-то Не Так Можете Вернуть На Доработку То есть Таким Образом Мы Будем Отслеживать Качество Наших Услуг Далее Вы Можете Проверить Получается Договора Ой Услуги Извиняюсь Услуги Это Получается Презентации Наших Новых Проектов С Описанием И Здесь Соответственно Можно Будет Уже Непосредственно Заказать Услугу О Праве Ведомления То есть Написать Что Вам Необходимо И Заявка Падает Менеджеру Далее Релизы То есть Описание Релизов Что Вошло В релизы В тот Или Иной Год Договора Получается Вот Все договора Которые Были С данным Контрагентом Этапы Какие Планируется Сколько Оплатить И Скачать Акт Выполненных Работ Можно Посмотреть По Данному Контрагенту Также Можно Раздел Пользователей Позволяет Вам И База Знаний Позволяет Знакомиться Со С списком Всех Вопросов Которые Были Здесь Показывается Авторизация Для Нового Клиента Который Сейчас Еще Не Пользуется Документологом Для Возможности Создания Облачного Документа Оборота То есть Обратите Внимание Что Раздел Поддержка Ему Не Доступен Так как Он Не Является Нашим Клиентом Но Он Может Просмотреть Какие Виды Услуг В рамках Поддержки Можем Оказать Мы Далее Переходим В раздел Создание Сет Облачный Документ Оборот И Аналогично Может Ознакомиться С заявками И Подать Заявку На Формирование Сет Заявка Получается Уходит К нам И Автоматически Формируется База Для Данной Компании К вам На почту Приходит Уведомление О том Что База Создана И Использовав Свой Логин и Пароль Вы Можете Попасть Непосредственно В систему И Уже В системе То есть Воспользуется Весь интерфейс Посмотреть Какие Типы Документов Вся Структура То есть Структура Пока Из одного Человека Состоит Потому что Это Только Вы А Далее Добавляется Еще А Здесь Уже Непосредственно Создание Допустим Входящего Документа То есть Одного Процесса То есть Его Можно Будет Дальше Продолжить Отписывать Если будут Еще Дополнительные Пользователи И так далее То есть Личный кабинет Позволяет Нам В режиме Онлайн Делиться Своими Новинками А также Без Участия Менеджеров Взаимодействовать С клиентами А И Сейчас Минутку Части У нас Развитие Я скажу Планы Развитие Это Аналитика По заявкам То есть Получается Будет Сколько заявок Когда исполнено В какой срок И так далее То есть Для каждого Клиента Увидеть Прогресс Биллинг Получается Списание Денег Эквайринг То есть Пополнение Счета И списание На определенные Услуги То есть Покупка Услуг И Форум Форум Позволит Нам И вам В принципе Нашим Клиентам В режиме Реального Времени Обсуждать Те или иные Вопросы Со всеми Клиентами Текущими Документологами Благодарю За внимание Есть вопросы Здравствуйте Коллеги Меня зовут Нужан Представитель Министерства Национальной Экономики Меня В частности Интересует В предыдущих Слайдах Когда при выступлении Мадина В последнем Листе Было Про мобильное Приложение Мне Первый вопрос Что предусматривает Данное Мобильное Приложение И Второй вопрос В частности Для руководителя Организации Учитывая Насыщенный График Постоянные Выезды За пределы Офиса Предусматривает Такую возможность Что Дистанционно Рассматривать Отписывать Исполнителям И подписывать Спасибо Я отвечу На этот вопрос Получается Да Век Последних Мобильных Технологий Развитие Смартфонов Часто Встает Вопрос Что Человек Должен Мобильным Быть В любом Месте Мобильное Приложение Для документолога У нас Есть Полноценное Мобильное Приложение Где Используется ЭЦП То есть С помощью ЭЦП Но Хочу предупредить Что только НУЦРК 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 Потому что Может Формироваться Файлом Для Удостоверяющего Центра Госорганов Данная Функция Не подходит Но Мобильное Приложение Позволяет Нам Создавать Резолюции То есть Отписывать Весь Применение ЦП То есть Просматривать Все документы Которые К нему Пришли Читать И давать Поручения По поводу Использования ЦП На текущий Момент Есть ряд Трудностей В связи С тем Что ГТС Говорит О том Что Данный Вид Получается Хранить ЦП На мобильном Приложении Либо Использовать Его Это Не совсем Безопасно На текущий Момент Получается ГТС Рекомендует Этого Не делать Но Многие Компании В частности Мы Получается Даем Возможность Выбора Самим Клиентам Использовать Данный Функционал Или Нет Многие Получается Компании На текущий Момент Это Использует Подписывается Используем ЦП Документы И Находится Мобильными В любой Точке Страны Ой Дальше Не страны А мира То есть Они Подписываются ЦП Допустим Где Нем Находясь В Турции И так Далее На текущий Момент Есть ряд Клиентов Которые Подтвердят Что Они Активно Данной Функцией Пользуются А Мобильное Приложение Для Док 24 Тоже Будет Позволять Подписывать ЦП Для Отправки Документов Ну То есть Это Личный Кабинет На Док 24 А Документолог Уже Имеет Приложение Полноценное Вопросов Нет? Время У меня Просто Закончилось Все Спасибо За Внимание